На работу в обеденный перерыв на прогулку. Кофе для многих стал ежедневным ритуалом и часто мы пользуемся услугой напиток с собой. В заведениях для таких случаев заготовлено несколько тысяч бумажных стаканчиков, но некоторые уфимцы начали отказываться от такого предложения. Заказываю, говорю, что мне нужно с собой в таком стакане, в термосе, даю свой термос. Некоторые удивляются, что у вас своя кружка. У меня многие коллеги также пользуются, и никто не разу не сталкивается с тем, чтобы отказывали где-то. Либо я прихожу в кофейник, где есть нормальные чашки, они не фарфоровые, но они стеклянные. Или какие они? Керамические. Либо мне наливают, да. Стакан с собой таскать не будешь, но я поэтому не стараюсь кофе не пить в заведениях, пью дома свои стеклянные кружки. Если используют, допустим, бумажные или какие-то заменители, то я только за. Они все равно все-таки, эти бумажные, они же пластик содержат и не очень полезны для природы. Наверное, лучше, чтобы свои наливали. В основном уфимцы отказываются от стаканчика в защиту природы. Их инициативу поддерживают и экоактивисты. Ведь утверждение, что стаканчик бумажный, на самом деле миф. Если подумать логически, то покупайте, допустим, семечки у бабушки в кулечке. Если в этот кулечек бумажный налить воду, что с ним случится? Понятное дело, он распадется сразу же, и вы обожжетесь. И для того, чтобы этого не происходило с кофе, внутри этот стаканчик покрывается пластиковой пленкой. Проблема в том, что он настолько близко прилипает к бумаге, что этот материал потом невозможно переработать. Сеть кофеин «Мама варит кофе» одни из первых в Уфе стали наливать кофе в свою кружку. Такая услуга появилась в 2017 году, когда еще экологичный образ жизни не был в моде. В первую степень мы начали думать, зачем так делают где-то в Америке, и потом начали уже думать, и действительно, в защите экологии это играет большую роль. Понятное дело, наша деятельность по отдаче кофе в свою тару – это просто капля в море. Но если так будет делать каждая организация, эта капля сможет стать чем-то большим. Посетителям со своей кружкой делают скидку 10%. По словам владельца заведения, спрос на такое предложение растет. Примерно в каждой из наших кофеин в день берут до 10 кружек с собой. Это очень большой результат. Считаю, что в 2017 году, хоть это и было у нас предложение, но продажи были там ноль или одна-две. А вот другая уфимская сеть «Кофе Лайк» не разделяет взглядов коллег. В кружку клиентов бариста наливать запрещено. Своя тара, она может быть как и грязной, так и просто открытой. Во-вторых, мы работаем в «Кофе Лайке». «Кофе Лайк» имеет очень высокие стандарты. И мы придерживаемся нормам СанПина, которые в свою очередь диктуют правила по реализации продуктов, в том числе и кофейных, водноразовой, таре. Речь идет про СанПин с требованиями к организациям общественного питания. Мы изучили этот документ. Там четко прописаны нормы к посуде в заведениях. При этом мы не нашли пункта, который бы запрещал наливать напитки в свою тару. Но почему экоактивисты так яро ненавидят одноразовую посуду? Пластик, который используется в их производстве, не перерабатывается, но зато отлично разлагается на микрочастицы. Так он попадает в почву, воду, животных и затем в нас. Что касается человека, когда микропластик попадает в рыбу, мы это потом едим. И я понимаю, что нельзя верить какому-то определенному источнику. И вообще, в принципе, всю информацию нужно перепроверять. Однако я читала, что пластик уже обнаружен в геноме человека. Маленькая кофейня в Уфе продает в среднем 70 таких бумажных стаканчиков кофе в день. Получается в месяц более 2000 стаканчиков, а в год более 25 тысяч. И это только одна кофейня. В Уфе их около 200. Поэтому активисты советуют перейти на многоразовую посуду. Можно выбирать такой стаканчик, ну, исходя из своих собственных потребностей. Вот у меня у самой стеклянной, его просто в машине очень удобно класть, вот эту штучку. Что касается, например, бамбуковых, они очень легкие. Их можно носить с собой, если вы ходите пешком, ездите на общественном транспорте. Места много не занимают. Есть еще складные стаканчики. Куда же пойти со своей кружкой? Можно воспользоваться картой «Майкап Плис». Это движение, которое борется с одноразовыми стаканчиками по всей России. Суть этого движения состоит в том, что помимо просветительских целей, о том, что одноразовое потребление – это не очень экологично, предлагаем поощрять тех сознательных гостей, которые приходят со своими кружками, сознательно отказываются от одноразовых стаканчиков. И таких заведений уже около двух с половиной тысяч на нашей карте. Карту можно найти на сайте «майкапплис.ру». Участвует 40 городов России. В Санкт-Петербурге к движению подключилось около 350 заведений. В Москве около 800, в Уфе пока пять. Но количество заявок увеличивается. Наша команда российская видит, что из Башкортостана очень много заявок поступает. То есть прошел тот, мне кажется, период, когда заведения были, возможно, к этому не готовы. Но сейчас популярность экологического сознания растет, в том числе и в сфере общепита. Сейчас из республики поступило 10 заявок, большая часть из Уфы. Чтобы движение активнее развивалось, нужен куратор. Если вы хотите им стать, напишите на почту, которая указана на сайте. А пока предлагаем вам воспользоваться списком кофеин от эко-активиста Елизаветы Алиной. На экране вы видите 9 заведений, где вам точно нальют кофе в свою кружку и сделают скидку. В среднем 15%. Что делать, если я не хочу, у меня нет денег покупать свою кружку, я не хочу носить с собой. И я всегда просто говорю людям, вы остановитесь на минут 15 в кофейне, возьмите, попросите налить в обычную, простую керамическую кружку, посидите и насладитесь моментом. Пока кофейни не могут совсем отказаться от пластиковых стаканов. Это экономически невыгодно и нет достойных альтернатив. Это может сделать только покупатель. По словам эко-активистов, мы можем минимизировать ущерб природе и перевернуть сознание, сделать многоразовое потребление нормой, а одноразовое – раритетом. Екатерина Дейнека, Руслан Габидуллин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.